Здравствуйте, братья и сестры! Приветствую вас! Сегодня мы поговорим с вами о роли женщины в семье и о её облагораживающем возможном влиянии на мужчину. О женщине можно всякое говорить. Есть такая шутка церковная об одном батюшке, который в день, предшествующий Великому посту, так называемое воскресенье, Адамово изгнание. Когда вспоминается изгнание Адама из рая, это скорбное событие. Вообще на эту тему есть в западной живописи религиозной огромное количество таких пронзительных сюжетов. Есть такая картина Мазаччо, может кто-нибудь видел в репродукциях это изгнание Адама из рая. Там воющий, вопиющий такой Адам. Это потрясающе. То есть такая действительно трагедия изгнания из рая человека. Вот в этот день, в этот воскресный день изгнания из рая, батюшке, значит, он метал перуны в женщин, говорит, что это всё из-за вас, это всё из-за вас, потому что, да, вот Ева там, значит, жена, соблазнилась там, вступила в этот разговор, там обманулась, прельстилась, съела запрещённое, мужу дала, то есть всё из-за вас. Но потом наступал другой день, а именно день Жон Мироносец, когда хвалится женская вера, женская верность, женское бесстрашие, то бесстрашие, которое влечёт женщину в гущу опасных событий, даже тогда, когда мужчина остаётся сзади и боится идти туда. Как вот Мироносецы пошли к гробу Иисуса Христа, были верны Ему до конца, при жизни служили Ему, первые стали проповедницами. И тогда уже у батюшки это был, конечно, фонтан красноречия по части того, насколько женщина хороша, насколько она духовно красива, насколько она полезна, может быть, в жизни, в церкви и так далее. То есть можно говорить об одном и том же предмете с разных сторон, и для одной и другой точки зрения у нас найдётся немало аргументов. Я сегодня хотел бы поговорить именно о втором варианте, о том, как женщина может быть хороша, и как её деятельность может быть полезна в обществе, но ещё точнее в церкви, ещё точнее в семье, при влиянии на мужа. Женщина может облагораживать мужчину, и мужчина может стать мужчиной только вблизи хорошей женщины. То есть кроме женщины, настоящего мужчину сделать не может никто, вряд ли. Кто-нибудь сделает из мужчины мужчину, кроме настоящей женщины. Я это во всех смыслах понимаю, в хорошем, в первую очередь. То есть это касается и ответственности за сказанное слово, и храбрости, и трудолюбия, и скупости в словах, и всех тех каких-то таких классических качеств, которые присущи мужественности в её лучших измерениях. Вот интересно, есть такая дагестанская, кажется, притча. Притча одного из народов Кавказа. В этой притче говорится о том, что юноши и девушки одного села собрались вместе и очень много вечеров провели споря, кто всё-таки в семье главный, чья деятельность в семье важнее, мужчины или женщины. Конечно, и те, и другие много рассказывали на эту тему, вот, со своей стороны, там, защищая себя, конечно. И потом они решили спор так этот развязать. Они решили самого умного парня в деревне женить на самой такой глупенькой девушке этой деревни, а самого глупого парня в деревне женить на самой умной девушке в этом селении. Так оно и получилось. Как они задумали, прошло какое-то время, ну, конечно, не день и не год, пожалуй, прошли какие-то годы, и село наблюдало за жизнью этих супругов. И что получилось? Я думаю, что даже догадались, что получилось. Получилось то, что глупец, женившийся на умной женщине, постепенно возле неё чуть-чуть поумнел, подтянулся к ней, как-то так, значит, облагородился, перестал глупости говорить и делать, и спрашивая у жены каждый раз совета, как-то с ней советуясь, или просто внимательно выслушивая какие-то редкие её замечания, постепенно стал уважаемым человеком в селе, и он стал, как бы, такой цениться у людей за мудрость, стали у него спрашивать совета, уважать. Это очень ценно на Востоке. А вот умный парень, женившийся на дури, сам сдурел, так уж, извините за грубые слова, такие, значит, он постепенно, она его до своего уровня опустила, и он деградировал год за годом, год за годом, там, боролся, боролся с её глупостью, и постепенно сам поглупил. И вот итог таков. Это, конечно, притча, вряд ли какой-то эксперимент такой, кто-нибудь себе мог позволить, там, в дагестанских или, там, не знаю, каких-то ещё там сёлах, в любом кавказском селе вряд ли кто-нибудь дерзнул бы на такой эксперимент. Но, действительно, возле умной жены муж умнеет, даже если по природе глуп, или добровольно глуп, или по природе недалёк. И возле умной жены муж облагораживается, и жена может дать ему очень много того, чего нет в нём, дополнить его, ведь муж и жена должны дополнять друг друга. Это очень важно. Это очень важно во всех областях жизни. Нужна хорошая жена солдату, это его крепкий тыл. Плохая жена в тылу у солдата, или там генерала военного, это плохой военный в итоге. Это военный, думающий не о военных делах, а о своей жене, которой он не доверяет. Жена хорошая нужна художнику или писателю, это его муза. Она терпит его в период безденежья, она окрыляет его в период творческих каких-то решений. В общем, это... Ну, жена хорошая нужна любому человеку, и действительно возле неё облагораживается, подрастает муж. И с глупенькой, конечно, поглупее, что процентов с нечестивой, а нечестивейся, с жадной, с а не жадным, или, по крайней мере, будешь злиться, раздражаться, и так себе сердце изорвёшь в лохмотье. Так интересно такое, в плане такой, в копилку эрудита. Некоторые племена в Африке приручают обезьян женской болтовнёй. Они ловят обезьян в селки, а потом, чтобы сделать их ручными, продать кому-нибудь, может быть, в города, где фотографируются с обезьянкой на плече, они берут эту обезьяну, сажают в круг женщин на привязь. Ну, и женщины делают всякую такую работу сидячую. Мужики на охоту ходят, а женщины там что-то шьют, варят, лепят, что-то там перебирают, такое какое-то в племени. И вот они что-то там делают, значит, и с обезьянами-то разговаривают. Вы знаете, ни одно животное не выдержит. Бабской болтовни больше недели. Животные сходят с ума. Они становятся ручными, послушными, немножко чокнутыми. И тогда их можно куда-нибудь продать, и можно там на плече их носить, они будут с тобой спокойно фотографироваться, и никуда от тебя не убегут. Они уже немножко того. Вот можно так вот сойти с ума возле глупой женщины, и можно чрезвычайно облагородиться возле умной женщины. Так что, женщина, на вас лежит очень большая ответственность. И вы поменьше ругайте мужей своих, потому что они, в принципе, такие, какие вы. Может быть, даже лучше, чем вы. И от вас, по крайней мере, сильно зависит, каков ваш муж. Вот такой, как вы ему говорите, ты такой, ты такой, ты трижды раз такой, или он другой, такой достойный похвалы. Еще такой интересный момент есть в эту тему. Один епископ, я вот его имя не скажу, но не знаю, а вообще этот епископ достоин того, чтобы его имя знали все, потому что, слушайте, говорит так, «Если ко мне приходит ставленник, это я прочитал, это мне они не говорили лично, но вот, говорит, если ко мне приходит ставленник, молодой человек, закончивший семинарию, и уже женатый, и хочет рукополагаться в диаконы или в священники, то я прошу его прийти со своей молодой женой и смотрю на них внимательно. И смотрю больше, говорит, ладыка, на нее. Если она хороша, вот в смысле, в таком духовном смысле, видно, что умна, спокойна, видно уже по женщине, да, какая она, отрезанная ломоть, или это действительно благочестивая девушка. Если она вот пытается не поговорить, ладыка, если это, видно, в ней глубина, какая-то такая душевная красота, даже если он такой себе, такой себе, то, говорит, можно рукополагать. Будет с него священник. И семья построится, и на приходе все будет в порядке. А если наоборот, если он хороший, там, горит огнем, ума палата, все, вроде все на месте, у него все. Но если она какая-то порченная такая, знаете, порченное яблоко всю корзину портит, знаете, такая подгнившая, если в ней какая-то гнилость такая наблюдается, что она будет плохая, жена священника, я ему, говорю, что подождал. Я бы хотел, чтобы эти слова запомнили, наверное, конечно, все, а владыки, как хорошо, что есть такие умные владыки, которые такие потрясающие вещи, простые, гениальные такие вещи, вот, излагают. Так что, дорогие женщины, действительно, иногда вы между собой, там, разговаривая, лопача, говорите, что мужья – это, дескать, голова, но все равно мы шеи, что мы вертим этими головами, как хотим. Иногда эти слова говорятся из женского тщеславия, такого, мелкого, а иногда они очень даже такие вот уместные. То есть, действительно, женщина может поворачивать эту умную голову в ту сторону, которую она захочет. Так вот, вам, собственно, тогда и многие бразды в руки поворачивать эти умные головы или делать их умнее от вас действительно много зависит. Лишь бы таково не переступали своих пределов и занимались своими делами, не вторгаясь в чужую степень ответственности, как бы так, не переступая этих границ, положенных вам и нам Богом. Дай Бог, чтобы каждый занимался своим. Так что сегодня я хвалю женщин за ту принципиальную и потенциальную возможность, которую дал им Бог облагородить, воспитать, сделать умнее и сильнее мужчину, которого Бог и подарил, как мужа и господина. Доброй ночи, ангелы-хранители, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова